День Учителя В районном Доме Культуры 29 сентября в преддверии празднования Дня Учителя состоялось торжественное мероприятие. Гостей в фойе здания встречало руководство районного отдела образования и вручало каждому виновнику торжества букет цветов. Открыл праздничную программу образцовый танцевальный коллектив на Зерке. После слова было предоставлено заместителю Акима Бурлинского района Ярки Балана Ихсанова, курирующему сферу образования. Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда, это памятный и волнующий день не только для работников образования, но и для всех граждан Казахстана. С именем учителя связано все самое светлое и значимое в нашей жизни. Во все времена учитель нес к людям знания и культуру. Настоящий педагог, воплощая в себе лучшие человеческие качества, неизменно пробуждает в сердцах учеников стремление к знаниям. Воспитание достойного поколения казахстанцев 21 века – огромная ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. Хочется искренне поблагодарить вас, уважаемые учителя, за ваш благородный труд, низкий вам поклон, за добрые отзывчивые сердца, за верность призванию. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, новых достижений, неиссякаемого творческого потенциала. Пусть все ваши заветные желания сбудутся. Пусть каждый день будет для вас праздником, дарит вам радость встречи с пытливыми, целеустремленными, любящими вас учениками. От лица Акима Бурлинского района он вручил грамоты порядка десяти учителям общеобразовательных школ и педагогам дополнительного образования. Также в ходе мероприятия два педагога получили награды от Министерства образования и науки Республики Казахстан. Так, учитель общеобразовательной школы номер три Гульнара Исмогулова была удостоена медали «Почетный работник образования», а учитель общеобразовательной школы номер семь Абдубек Акбергенов – «Почетные грамоты». Все награждения чередовались с концертными номерами, подготовленными как артистами районного центра досуга, так и воспитанниками детских учреждений дополнительного образования Бурлинского района. Свои награды в виде дипломов и статуэток получили и победители конкурса «Педагогический успех», проведенного ко дню учителя. Конкурс проводился по семи следующим номинациям. «Профессиональный лидер школы», «Мастер», «Педагогические надежды», «Самый классный классный», «Семейная династия», «Творчество наша жизнь» и «Доброе сердце». В каждой номинации было заявлено по три кандидатуры. Компетентное жюри выявило лучших из них. И в этот торжественный час все они получили свои награды. Продолжилось мероприятие праздничным концертом. Нагиман Уртайзин, Александр Овчинников, Алтенбек и Сагалиев, телестудия «Карачаганак». 1 октября – особый день. В 1990 году, 14 декабря, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, этот день был учрежден как День пожилых людей. В Казахстане с 1 октября также начинается по традиции Месячник Милосердия. Оба эти события стали поводом для того, чтобы делегация из Аксая посетила дом престарелых в селе Бурлин. Подробности в сюжете. Уже не первый год День пожилых людей открывает в нашем районе Месячник Милосердия, который сопровождается чередой благотворительных акций. В этом году первый открыл этот месячник депутат районного маслехата Надежда Молчанова. В сопровождении юных талантов она накануне Дня пожилых людей приехала в село Бурлин в Центр оказания специальных социальных услуг. Другими словами, в дом престарелых. На сегодняшний день в доме престарелых проживает 50 опекаемых. Для них созданы все условия. Но никогда внимание не бывает лишним. Так считает и Надежда Молчанова. Побывав в Центре оказания специальных социальных услуг впервые в прошлом году, Надежда Михайловна сказала, что приедет сюда снова, потому что уже не сможет не оказать внимания этим людям. Депутат подготовила солидную концертную программу с участием воспитанников детской музыкальной школы под руководством педагога Николая Киселева и других юных дарований. Празднство проходило в холле дома престарелых. Опекаемые с интересом и большим вниманием слушали исполнителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыкальные номера чередовались выступлениями юного дарования Виктории Хорешко. Несмотря на свой юный возраст, Виктория пишет очень проникновенные, насыщенные смыслом стихи. Он вовек, что дорог он, что его кто-то любит. И ты живешь, и я живу. Ну вот чего никто не знает, и ты умрешь, и я умру. Вопрос, когда же нас не станет? Хочу сказать всем, кто услышит. Вы не молчите и не ждите, пока есть человек, пока он дышит. О том, что любите его, ему скажите. Каждый прибывший сюда ребенок хотел показать виновникам торжества свой номер, свое исполнение, свой талант. КОНЕЦ 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 Зрители были благодарны, осыпали детей аплодисментами и даже подарили в ответ свое выступление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Деточки вложили много труда. ДимаTorzok 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 Согласно обновленным содержаниям образования, согласно этим принципам ученик получает знания не фундаментальные, а для того, чтобы он их мог потом применить в своей жизни, чтобы они ему в дальнейшем пригодились. То есть развивается функциональная грамотность. У нас даже формат ЕНТ с прошлого года поменялся. С прошлого учебного года 11-классники сдают итоговую аттестацию на базе школы. То есть они сдают экзамены по основным предметам в виде эссе, контрольной работы и тестов. А ЕНТ поменял свой формат. Теперь они его сдают для того, чтобы поступать в ВУЗы. И при сдаче ЕНТ они сдают математическую грамотность, грамотность чтения, история Казахстана и два профильных предмета. И там задания на ЕНТ, на едином национальном тестировании, они как раз предполагают развитие функциональной грамотности учащихся. То есть это работа с текстом, логические задачи, работа на сопоставление, составление текстов и так далее. То есть уже как раз таки обновлено содержание образования, переход 5-7 классов, оно предполагает подготовку учеников к единому национальному тестированию, к итоговой аттестации, для того, чтобы они по окончании школы могли найти себя в жизни, могли определиться с выбором своей профессии и нашли себя в той профессии, в какой им больше развиваются их познавательные навыки. Поведала она и о переходе на пятидневку. Хотя изначально министерством планировалось перевести на пятидневное обучение учащихся 2-х, 5-х и 7-х классов, На деле на пятидневку были переведены все классы, но это был добровольный процесс, и школы могли отказаться от этого нововведения. Но в нашем районе все школы поддержали эту идею. С этого года внесены изменения в СанПИН, и с 1 по 11 класс все школы перешли на пятидневное обучение. Это велось с такой целью, чтобы учащихся было два выходных, субботы и воскресенье. На нагрузке учащихся это не отражается, потому что уроки сокращены до 40 минут, что позволит сэкономить полчаса времени для того, чтобы ученики могли пораньше возвращаться со школы. В нашем районе все школы перешли на пятидневное обучение с 1 по 11 класс. Изменилась и система оценивания учащихся. На новую критериальную систему оценивания перешли учащиеся 1, 2, 5 и 7 классов. Основной целью такой системы определяет объективное оценивание с четкими критериями, позволяющими обеспечить качественное оценивание и развитие личности. Это подразумевает уход от привычной пятибальной системы оценок и зацикливание на самих оценках. Вместо оценок ученики будут получать анализы и рекомендации от учителя. Новая система должна максимально мотивировать учащихся. Они должны не просто бояться плохих оценок, а думать об уровне собственных знаний, считает в Министерстве образования и науки Республики Казахстан. Сейчас уже учащиеся 1, 2, 5, 7 классов перешли на новую систему оценивания, формативное оценивание и суммативное оценивание. Но ошибочно предполагать, что оценивание не происходит. Многие думают, что если ученик на уроке не получает оценку в виде баллов, занесённую в дневник, значит он не оценён. Нет, формативное оценивание происходит на каждом уроке, на каждом этапе урока. Это новшество позволяет ученику проанализировать все свои недочёты, позволяет учителю видеть, где нужно ученику помочь, чтобы в следующий раз он свои пробелы мог исправить. Формативное оценивание может проводиться в устной и письменной форме. В устной форме на уроке учитель может проанализировать ответ ученика, похвалить его и направить в нужное русло. Письменное формативное оценивание предполагает, что учитель записывает для обратной связи в дневник или в тетрадь, для того, чтобы родители могли ознакомиться и помочь своему ребёнку исправить свои пробелы. В начальных классах это, конечно, легче, потому что, как правило, родители детей начальных классов, они помогают своим детям в учебном процессе, контролируют, с удовольствием идут в школу для того, чтобы посетить собрания или какие-то мероприятия. Теперь родителям пятых и седьмых классов тоже стоит обратить внимание на то, что ученику нужно в своё время подсказать, направить в нужное русло. Суммативное оценивание, если говорить простыми словами, понятными родителю, это как большая контрольная работа. Суммативное оценивание предполагается проводить за раздел, за четверть. Как правило, в основном по всем предметам где-то бывает три суммативных оценивания за раздел и одно суммативное оценивание за четверть. Это суммативное оценивание предполагает уже ответы учеников, которые оцениваются в баллах, а эти баллы потом переводятся в оценку. У нас также в районе пять школ подключены к системе Кундели Кизет, которые предполагают, что учителя сразу после суммативного оценивания, после проведения модерации вносят баллы в электронный журнал, и электронный журнал сам автоматически высчитывает оценку. Потом у ребенка суммируются все баллы, полученные за разделы и за четверть, и в конце выходит итоговая оценка. Рассказала она и о том, какие школы перешли на полиязычие. Так, в третьих и четвертых школах города Оксай учащиеся восьмых и девятых классов изучают математику, физику и биологию на английском языке. Эксперимент начался в прошлом учебном году, в этом году он продолжается. Работают в них учителя, которые закончили курсы по подготовке. Еще одним новшеством для учащихся первых, вторых, пятых и седьмых классов стало то, что вместо предмета технологии они теперь изучают художественный труд. Изменения в системе образования – это всегда стресс, как для учеников, педагогов, так и для родителей. И, конечно же, мнение у всех разделяется в корне по этому поводу. Но, несмотря на все трудности, многие считают, что нужно идти в ногу со временем. Конечно, нагрузка есть. Тем не менее, работаем вместе с учителями, вместе с предметниками, которые преподают в первом классе. Нововведение, оно всегда, конечно, новое, всегда немножко страшновато, тяжеловато, как говорится. Но, тем не менее, мы дома стараемся побольше внимания уделять ребенку. Повторяем то, что они прошли в классе, на занятия, на уроке. И вместе работаем, стараемся вместе преодолевать трудности. Это нынешнее время, ихнее время, как говорится. Мы должны идти в ногу со временем, с нововведениями. Поэтому будем стараться. Как бы ни было, но любое новшество в любой системе требует поэтапного подхода и большой ответственности со стороны всех участников процесса. Нагиман Уртазин, Азамат Бавагужиев, Алтенбек Исагалиев, телестудия «Карачаганак». Этот год стал первым масштабной реализацией в Казахстане новой жилищной государственной программы «Нурлежер». Что же предлагает эта программа? Как казахстанцы смогут улучшить свои жилищные условия? Вы узнаете из нашего специального репортажа. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Майя Амирова и сегодня мы будем говорить о новой жилищной государственной программе, которая направлена на выработку новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения и интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ. Таким образом, в рамках программы «Нурлежер» завершается реализация проектов жилищного строительства, начатых по госпрограмме «Нурлежо» и программе развития регионов до 2020 года. Программа «Нурлежер» начала действовать с 2017 года, и сегодня мы узнаем, как она притворяется в жизнь в нашей области, в частности, по Бурлинскому району. Расскажет об этом наш гость, начальник управления по работе с клиентами областного филиала акционерного общества «Жилстрой Сбербанк» Казахстана, Мария Шармазановна, Мария Шармазановна. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о том, как реализуется программа «Нурлежер» на уровне Бурлинского района. Здравствуйте, уважаемые бурлинцы. АО «Жилстрой Сбербанк» Казахстана участвует в государственной программе «Нурлежер» в качестве финансового оператора. Наш банк помогает казахстанцам приобрести жилье, построенное в рамках данной программы, совершенно новое в чистовой отделке по доступным процентным ставкам. В частности, только в нашем городе в 2017 году строится 7 домов. Из них 4 дома строятся в рамках программы «Нурлежер» по линии МИО, это местные исполнительные органы, и 3 дома в рамках государственной программы «Нурлежер», но уже по линии «Нурлежол». В общей сложности в этом году будет реализовываться и реализовано 985 квартир. Если говорить по линии МИО, то это составляет 481 квартиру. По линии «Нурлежер» мы реализовали и реализуем 504 дома. На данный момент в Бурлинском районе города Аксай ведется строительство одного жилого дома 75-квартирного в микрорайоне Карачаганак-1. По данному дому строительство ведется, полы полностью сформированы, на текущий момент осуществляется процедура квалификации, но, другими словами, это процедура оценки платежеспособности. А каким образом будут распределяться квартиры по «Нурлежер»? Согласно правилам государственной программы, квадратные метры будут распределяться среди вкладчиков банка, как среди очередников МИО, так и просто среди вкладчиков банка. 50% уйдет очередника МИО, это те слои населения, которые стоят в очереди на льготное жилье, и 50% для тех, кто копит в нашем банке. Нужно отметить, что очередники местного исполнительного органа, даже если они стоят много лет в очереди, обязательно должны заключить договор о жилоспроизбережениях. То есть приоритетности в очереди нет для тех, кто, допустим, большее количество лет. Приоритетность идет от качества депозита. То есть когда заключили, как копили, на каком этапе больше вкладывали и так далее. Поэтому всем нашим клиентам, которые стоят в очереди, я рекомендую свои накопления осуществлять как можно более интенсивнее. Тем, кто еще не успел заключить договор о жилоспроизбережениях, как можно быстрее заключить. Также хочу отметить, что с 3 апреля 2017 года заключение договора осуществляется абсолютно бесплатно. Поэтому убедительно рекомендую уже начать копить. Чтобы нашим зрителям все было доступно и понятно, не могли бы вы произвести примерный расчет покупки квартиры по программе Норлажер? Давайте на примере двухкомнатной квартиры. Примерная стоимость двухкомнатной квартиры на текущий момент составляет 8 457 900 тенге. Чтобы взять квартиру по такой стоимости, требуется осуществлять накопление. На момент оформления займа должно быть на счете вкладчика минимум 30% от стоимости жилья. Если исходить от вышеуказанной суммы, то это будет составлять 2 537 370 тенге. Сумма ежемесячного платежа по займу зависит от того, на какой срок оформлен кредит. Но если три основных срока разбить, то первый вариант – это сумма займа реализовывается в течение 9 лет. Из них первые три года клиент платит 82 297 тенге. По истечении трех лет сумма ежемесячного платежа по займу резко падает, так как клиент уже выполняет все условия по накоплению. И ежемесячный платеж составит 67 640 тенге. Оставшиеся деньги он будет платить в течение 6 лет. В совокупности за 9 лет клиент переплатит 1 939 000 тенге. Это первый самый короткий выбор. Если взять чуть-чуть побольше срок выплаты займа, то можно предложить по 63 485 тенге в течение трех лет. После перехода на жилищный займ ежемесячный платеж также будет резко падать. 43 600 тенге в течение 10 лет оставшуюся сумму наши клиенты будут доплачивать. В совокупности в течение 15 лет клиент переплатит 3 139 000 тенге. Это для тех, кто хочет выбрать не слишком короткий срок, но при этом ежемесячный платеж, чтобы был для многих доступен. И также можно сумму займа растянуть на 23 года. В этом случае ежемесячный платеж будет очень доступен. 51 868 тенге клиент будет платить первые 8 лет. Потом ежемесячный платеж составит 31 069 тенге. За 15 лет клиент переплатит 4 989 000 тенге. Вот такие три варианта, и клиент уже сам определяет. Но если у клиента наступает пенсионный возраст, то придется в любом случае сокращать сумму ежемесячного платежа. Там уже банк будет индивидуально подходить. После того, как первоначальный взнос накоплен, вкладчику следует следить за объявлениями, которые будут размещены на официальном сайте Жилостеребербанка. Подать заявление. Это все осуществляется онлайн, совершенно бесплатно. После того, как он наберет необходимое количество баллов и войдет в основной список, ему нужно будет подтвердить свою квалификацию. И приоритетность будет для тех клиентов, которые ранее заключили и более интенсивно, особенно на начальном этапе, вкладывали. То есть качество депозита играет ключевую роль. Не влияет, сколько лет в очереди стоит, и стоит ли вообще. Самое главное – это качество депозита. Поэтому, если вы будете качественно накапливать, вы обязательно попадете в основной список, и также у вас будет приоритет при выборе этажа и квартиры. А какие же требования выдвигаются к заявителям на кредитное жилье? Очередники Акимата и вкладчики банка должны соответствовать следующим требованиям, указанным в самой программе Нур-Лежер. Первое требование – это обязательно гражданство Республики Казахстан, либо статус уралмана. Второе требование – это обязательная возможность подтвердить свою квалификацию, но другими словами, подтвердить доход. Третье требование – это отсутствие на территории Республики Казахстан у самого заявителя, так же и членов его семьи, как правило, это супруги и несовершеннолетние дети, а также иные лица, указанные в заявлении, как члены семьи данного заявителя. У них не должно быть жилья на праве аренды с последующим выкупом, либо не должно быть право собственности на определенное жилье. То есть, еще раз резюмирую, не должно быть жилья в аренде, либо жилья на праве собственности. Исключение составляет наличие комнат в общежитии, когда общая полезная площадь не превышает 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также исключением является, если жилье признано аварийным. Это распространяется на саманы и на камышито-каркасовые дома. Но тут нужен подтверждающий документ от местного исполнительного органа, где расположен данный дом, что дом на самом деле признан аварийным. И это является угрозой для проживающих в данном доме. И четвертое требование – это отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий как самого заявителя, так и членов его семьи. Еще раз повторюсь, члены семьи – это, как правило, супруги и несовершеннолетние лица, дети, либо лица, которые указаны в заявлении как члены его семьи, совместно проживающие. Также хочется отметить, что для очередников МИО требуется документ, подтверждающий постановки на учет нуждающимся в жилье. То есть данный документ предоставляют местные исполнители органы, и в соответствии с действующим законодательством банк будет данный документ запрашивать. Может ли квартиру приобрести вкладчик, у которого уже на праве собственности есть недвижимость? Да, такая возможность есть, но, конечно, она очень редко предоставляется. Там есть такие ограничения. В случае наличия нераспределенного жилья в том или ином объекте строительства, и если на данное жилье отсутствует заявитель, только в этом случае вкладчики, имеющие жилье, могут принять участие именно в реализации жилья по направлению МИО. Как вы отметили ранее, в городе Акса реализуется строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганок-1. И есть граждане, уже получившие право на жилье. Давайте узнаем их истории. Для получения жилья я участвовала в программе Нурлежер. О данной программе мне рассказала моя мама. По этой программе я участвовала от местных исполнительных органов. Так, с 2012 года я стояла на очереди на приобретение жилья. В январе 2012 году я заключила договор с Жилстройбанком. Мне очень понравились условия данной программы. Для того, чтобы купить по данной программе квартиру, я ежемесячно пополняла счет. Для того, чтобы наличие денег на счету составляло не меньше 30% от стоимости самой квартиры. Также подала полный пакет документов для рассмотрения в Жилстройбанк. На подтверждение платежеспособности, а также на отсутствие недвижимости на территории Республики Казахстан. После всех выполнений условий, Жилстройбанк включил меня в список на получение однокомнатной квартиры. Я с нетерпением жду, когда я получу ключи от данной квартиры. Спасибо моим родителям за поддержку, за помощь. Я им очень благодарна. Спасибо государству, Жилстройбанку, которые предоставили такую возможность, такие хорошие условия для жителей нашей страны. Я, Байтия Хогли, Раймар Атхаза, проживаю в Западно-Казахстанском области, в Бурлинском районе. Работаю в Бурлинском районе, в центральном больнице 2013 года, эпидемиологом. Мы в 2013 году накопили счет в Жилстройбанке, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам мы закрыли свой счет. В 2016 году повторно с мужем открыли счет и накопили желаемую сумму. По программе Нурложжер мы приобрели однокомнатную квартиру. В конце я хочу сказать, мечтайте и добывайте своего. Мечты обязательно исполнятся. Это просто прекрасно. Когда мечты сбываются, и люди, наконец, приобретают свое жилье. Думается, эта программа заинтересует многих жителей нашего района. Где они могут получить нужную консультацию? Есть ли представители Акционерного общества Жилстройбанк Казахстана в Бурлинском районе города Аксай? Да, конечно. Акционерное общество Жилстройбанк Казахстана представлено в областном центре в городе Уральске. Также у нашего филиала есть 17 консультационных центров. Из них 10 открыли свои двери для клиентов района области и 7 консультационных центров в самом областном центре. В частности, в городе Аксай у нас действуют два замечательных консультационных центра с очень грамотными, знающими специалистами. Поэтому, уважаемые аксайцы, бурлинцы, добро пожаловать вас. И хочу пригласить прийти в торговый дом Тернава, улица Дружба Народов, 50. Это первый консультационный центр. И второй консультационный центр это торговый дом 21 век, находящийся по адресу 2 микрорайон, дом 1, дробь 3. Поэтому, уважаемые бурлинцы, еще раз хочу сказать, что наш банк не ограничивается государственным жильем. Вы также можете по льготным процентным ставкам приобрести жилье, как на вторичном рынке, на покупку, на ремонт, на обмен, на строительство жилья, на все мероприятия, которые связаны с улучшением жилищных условий. Поэтому уже сейчас для себя, либо для своих детей, убедительно рекомендую вам начать накапливать. Ну что же, спасибо вам за полезную информацию, за интересную информацию. Думаю, она будет полезной для широкого круга зрителей. Всего вам доброго. Спасибо большое. Это были все новости минувшей недели. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова